МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. В Воронеже прошла акция «Свеча памяти», посвященная 9-му дню со дня трагедии в Крокус-Сити-Холе. В Воронежской области удвоилось количество затопленных мостов. Как развивалась и дожила до наших дней главная улица Воронежа. В Воронежском областном краеведческом музее открылась выставка «Тайны Китая». К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. В США. Шесть человек пострадали в результате пожара в Бруклинской церкви, где верующие собрались на пасхальную службу. В воскресенье сообщает пожарная служба Нью-Йорка. По сообщениям местных СМИ, около 44 пожарных расчетов приехали на тушение пожара в церкви Богоматери Розария Помпейского в Восточном Уильямсбурге. Незадолго до 14.00. Около 170 верующих присутствовали на испанской мессе, когда вспыхнуло пламя. Индия. Несколько активистов были задержаны в Нью-Дели в субботу, когда десятки членов Индийского молодежного конгресса устроили антиправительственную акцию протеста в связи с предполагаемыми налоговыми грабежами. Участники митинга с индийскими флагами и плакатами, с антиправительственными лозунгами толкали металлические ограждения в сторону полицейских и забирались на баррикады. Полиция задерживала протестующих и уводила их в автобусы. По словам представителей Конгресса, центральное правительство постоянно пытается ослабить партию различными способами, однако намеренно продолжает свои действия. Ранг Панчами Тысячи людей вышли на улицы города Индаура, чтобы отпраздновать один из самых красочных ежегодных индийских фестивалей Ранг Панчами. Люди забрасывали друг друга цветным порошком, конфетти, а также поливали ярко окрашенной водой из бронспойта. Ранг Панчами – весенний фестиваль в Индии, который проводится на пятый день после главного праздника Холли. Фестиваль в основном отмечают по всему штату Матхья Прадеж и в сельской местности. Традиция праздновать Ранг Панчами в Индии длится уже 60 лет. Продолжительность фестиваля варьируется в зависимости от места и обычаев региона. Согласно традиции, Ранг Панчами является частью поклонения проявленной форме богов. Цель празднества – активировать пять элементов цветов, священных для индуистской веры, а также прикоснуться к божествам, которые привлекают соответствующие цвета. Сотни мерцающих авоидов были установлены в Гонконгской гавани Виктория, поскольку власти стремятся привлечь больше туристов, определяя имидж города и более эффективно используя набережную. Два набора произведений искусства японского бренда «Тим Лап» – резонирующая жизнь, которая продолжает стоять, и резонирующие деревья были расположены на набережной и в парке. Первая инсталляция показывает разнообразные авоиды на газонах и плавающей воде вдоль набережной. Художественные произведения меняют цвет, когда его толкают посетители, ударяют волны или ветер. А вторая инсталляция подсвечивается разными цветами. Проект под названием «Тим Лап Континьюс» был официально открыт в понедельник, и посетители смогут насладиться им до 2 июня. Иран. Официальные лица и послы иностранных государств собрались в воскресенье в Тегеране в честь национального флага и 45-й годовщины Исламской республики Иран. В ходе мероприятия Насер Канани пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана затронул ситуацию в Газии, подчеркнув значительную связь между Ираном и палестинским делом, признав присутствие лидеров сопротивления в Иране. Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Эс-Затала Заргами со своей стороны подчеркнул растущую силу позиции Исламской республики Иран, представив свою страну как защитника народов мира. День Ирана знаменует собой основание Исламской республики в 1979 году после прекращения правления персидской монархии и Исламской революции под руководством Аяталы Хамени. Палестина. 19-е палестинское правительство во главе с доктором Мухаммедом Мустафой официально принесло конституционную присягу перед президентом Палестины Махмудом Аббасом в президентской штаб-квартире в Рамале в воскресенье. В ходе церемонии, на которой присутствовали официальные лица и высокопоставленные гости, Мустафа и члены его кабинета поклялись в верности родине, ее народу и национальному наследию. Ваэль Лаффи, юридический советник президента Палестины, объявил об утверждении формирования Совета министров, а Мустафа был назначен премьер-министром. По сообщениям СМИ, после принятия присяги президент Аббас провел заседание нового правительства, на котором подчеркнул его обязанности, включая управление Западным берегом, Восточным Иерусалимом и сектором газа. Аббас подтвердил полномочия правительства выполнять свои обязанности в соответствии с законом. Ожидается, что задачи нового правительства будут включать в себя проведение институционных реформ для повышения эффективности работы, предоставления улучшенных услуг палестинскому народу, объединения правительственных учреждений и максимальное увеличение объема гуманитарной помощи в секторе газа. Сообщается, что правительство сосредоточится на восстановлении газа из Западного берега, а также на возрождении палестинской экономики, чтобы способствовать процветанию и стабильности для всех палестинцев. Турция. Сторонники главной оппозиционной партии Турции Республиканской народной партии отпраздновали в Стамбуле победу на местных выборах как в городе, так и в столице Анкаре. Сотни людей всех возрастов размахивали турецкими флагами и пускали сигнальные ракеты. По сообщениям СМИ, после подсчета большинства голосов Республиканская народная партия победила в 36 из 81 провинции, а ее действующий мэр Экрем Имамаглу набрал более 50% голосов, опередив своего соперника из партии АК более чем на 11 пунктов. Президент Роджептей Пардоган, основатель и лидер партии АК, признал, что группа потеряла высоту и будет исправлять свои ошибки. Около 61 миллиона человек имели право голосовать за мэров, членов провинциальных советов и других местных чиновников на местных выборах, прошедших в воскресенье. Явка по всей стране составила около 76%. Ватикан. В субботу Папа Римский Франциск возглавил мессу пасхального бдения в Базилике Святого Петра в Ватикане. Церемония началась с того, что понтифик возложил крест и цифры года на восковую свечу, которую затем перенесли на центральный остров Базилики. 87-летний глава католической церкви провел церемонию и благословил верующих. Страстная суббота, также называемая пасхальным бдением, является первым праздником Воскресения Иисуса Христа в течение христианской страстной недели. Папа Франциск обратился к настоятельной необходимости освобождения всех заложников и немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также к необходимости обеспечить гуманитарную помощь тем, кто пострадал от конфликта между Израилем и Хамасом. В своей речи понтифик также напомнил о жертвах конфликта между Россией и Украиной и потребовал от обеих сторон провести обмен военнопленными всех на всех. Десятки тысяч верующих из разных стран приняли участие в пасхальной воскресной мессе. Они были одеты в футболки сборной Аргентины и размахивали флагами Германии, Греции и Польши. Пасха знаменует собой воскрешение Иисуса Христа из мертвых. За этим событием следует его вознесение к Богу Отцу и сошествие Святого Духа на церковь. Католики и православные празднуют Пасху в разные дни, поскольку западные христиане используют грегорианский календарь, а православный – юлианский. Франция. Различные культовые сооружения и знаковые достопримечательности Парижа, включая базилику Сакре-Кер, Эйфелеву башню и собор Святой Троицы находились под пристальным наблюдением городской полиции и войск в рамках плана безопасности Виджепират в рамках подготовки к празднованию Пасхи в воскресенье. Полицейские силы безопасности маршировали сквозь толпы туристов, патрулировали на лошадях и занимали транспортные средства, чтобы обеспечить безопасность религиозных мероприятий в праздничный период. Усиление мер безопасности стало следствием решения министра внутренних дел Жиральда Дарманена повысить уровень национальной бдительности до чрезвычайного положения после теракта в торговом центре «Кропус-Сити-Холл» 22 марта. В связи с тем, что во Франции пройдут такие крупные мероприятия, как Олимпийские игры, Тур-де-Франц и европейский футбольный турнир, опасения по поводу безопасности усилились, что побудило власти усилить меры безопасности по всей стране. Министр внутренних дел Жиральд Дарманен подчеркнул необходимость усиления безопасности в местах отправления религиозных обрядов, особенно во время религиозных служб, проводимых в пасхальные выходные для католиков и протестантов. Новости ближнего зарубежья. Армения. Верующие Армянской апостольской церкви вечером в субботу выложили крест из зажженных свечей на площади республики в Ереване в честь праздника Пасхи. Местные жители с зажженными свечами в руках прошли по улицам столицы. По словам старшего священника Петра Самоляна, 90% людей, принявших участие в шествии, являются представителями молодежной организации. Празднование Армянской апостольской церковью Пасхи не приходится на конкретную дату, оно меняется каждый год. Обычно Пасха отмечается в один из весенних дней с 22 марта по 26 апреля. Армянское название праздника – Суб Затик, что означает отстранение от грехов. Сутью праздника является отпущение грехов человечества через провозглашение воскресения Иисуса Христа после его распятия. Пасхе предшествует строгое соблюдение верующими 40-дневного поста. Казахстан. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П-4» состоялся на 31-й стартовой площадке космодрома Байконур в воскресенье. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, все этапы пуска прошли в штатном режиме. Отмечается, что космический аппарат «Ресурс-П-4» создан для высокодетального наблюдения за поверхностью Земли с целью исследования природных ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды, поиска месторождений полезных ископаемых, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также создания и обновления топографических и навигационных карт. Новости России. Представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Михаил Романов сообщил в воскресенье, что спецназ ФСБ России обнаружил в Махачкале и Каспийский боевиков, планировавших совершить ряд террористических преступлений. В районе обнаружения преступников был введен режим контртеррористической операции. Жители прилегающих домов эвакуировали. В пресс-службе ведомства добавили, что при осмотре мест задержания троих террористов обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия под руководством оперативного штаба НАК продолжаются. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в Крокус-Сити-Холле в воскресенье. Бастрыкин проверил работу криминалистов и экспертов, а также выслушал доклады сотрудников следственной группы о ходе расследования уголовного дела в присутствии первого замглавы ведомства Эдуарда Кабурнеева и руководителя главного следственного управления ИСКА России Дениса Колесникова. В пресс-службе сообщили, что по итогам заседания Бастрыкин поручил продолжить сбор и анализ доказательств для установления всех организаторов и заказчиков преступления. По информации ГУМЧС по Московской области на субботу, общее число пострадавших при теракте составляет 551 человек, жертв 144. Ранее информационное агентство, связанное с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ, распространило информацию, что организация взяла на себя ответственность за нападение. По факту происшествия ИСКА России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ «Террористический акт». 24 марта Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых подозреваемых в теракте. Кроме того, позднее были задержаны еще четверо фигурантов дела, которым инкриминируется пособничество в организации нападения. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая звезда» военнослужащих, проявивших мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Глава ведомства в торжественной обстановке вручил военным награды и личное табельное оружие. Шойгу поздравил военнослужащих со званиями Героев России и пожелал здоровья, удачи и победы. Сотрудники МЧС России устраняют последствия весеннего половодия в Алтайском крае. Спасатели эвакуируют местных жителей и домашних животных, откачивают воду с затопленных участков с помощью специального оборудования, а также ведут мониторинг обстановки с применением беспилотников. В зоне подтопления остается 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Введено ограничение на 9 участках автодорог. В трех пунктах временного размещения находится 165 человек, в том числе 30 детей. Им оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам начальника ГУМЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, работа по устранению ситуации ведутся непрерывно. Развернутые водоналивные дамбы вдоль водопропускных каналов и дорог, произведена отсыпка грунта. Активная фаза весеннего половодия наблюдается в 22 субъектах России. В ликвидации последствий ЧАЭС в регионах задействованы около 2500 человек и более 1100 единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ливенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщили в МЧС России в воскресенье. По данным пресс-службы МЧС Ростовской области, огонь охватил кровлю двухэтажного склада и перекинулся на крышу соседней постройки. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 73 человека и 27 единиц техники. Сотрудники МЧС России локализовали возгорание в двухэтажном доме в Рязани. По данным пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 39 специалистов и 12 единиц техники. Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать. Новости нашего региона. В Воронежской области удвоилось количество затопленных мостов. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России. Девять мостов Воронежской области оказались во время весеннего паводка под водой. Где-то она всего на три сантиметра выше дорожного полотна, как, например, в Новохоперском районе у поселка Русаново через реку Савалу. А вот на Вороне у Больших Алабухов и Хопре у Губарей сверху мостов уже метровый слой воды. Такие переправы строили специально для пропуска паводковых вод и затапливаются практически ежегодно. Скоро здесь снова возобновится движение. Ну а пока водителям приходится выбирать пути объезда. Вплоть до уголовной ответственности в Главном управлении МЧС России по Воронежской области рассказали, какое наказание ждет нарушители особого противопожарного режима. С 1 апреля в Воронежской области начинает действовать особый противопожарный режим. Разведение костров полностью запрещено. Мусор предлагается или закапывать, или вывозить. Приготовить шашлык на даче можно, но лишь на специально оборудованных площадках. Спасатели получили разрешение на использование беспилотников для того, чтобы выявлять нарушителей. Штрафы предполагаются серьезные. От 20 тысяч для граждан до 800 тысяч рублей для юридических лиц. Ну а в случае серьезных последствий виновным может грозить и уголовное наказание. Напомним, особый противопожарный режим введен на две недели раньше, чем в прошлом году. На это повлияла жаркая сухая погода, установившаяся в регионе. В Воронеже прошла акция «Свеча памяти», посвященная девятому дню со дня трагедии в Крокус-сети Холли. Во время мероприятия волонтеры выложили из лампад надпись «Скорбим» и «Журавлей» – неофициальный символ памяти жертв событий 22 марта 2024 года. Местом проведения мероприятия стала Площадь Победы. Ее в этот день посетили многие горожане и гости столицы Черноземья. Данная акция проводится по всей России. Свечей мы выставляем более тысячи свечей, то есть это в ампадке. Мы хотим показать то, что мы все разные. Россия многонациональна, мультикультурна, многоконфессиональна. И сегодня на площади собрались представители разных общественных объединений, представители разных национальностей, чтобы вместе почтить память погибших людей. На одном издании появилась проекция летящих вверх белых журавлей. Также состоялся молебен в память о жертвах страшного теракта. Горожане и гости города несли к монументу цветы и мягкие игрушки. В Воронежской области в первые месяцы зимы текущего года в кабинеты отказа от курения обратились 704 человека. Такие цифры опубликовал Минздрав Воронежской области. 212 обратившихся женщины. В итоге от вредной привычки пока отказалось 90% пациентов. Желание бросить курить возникало из-за ухудшения здоровья и беспокойства от степени зависимости. В Воронежской области всего работают 11 кабинетов отказа от курения. 8 в Воронеже, еще по одному в Россоше, Борисоглебске и Лисках. Записаться в кабинет можно через регистратору медучреждения или через колл-центр. Все обследования проводятся бесплатно. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж. Проспекту Революции, бывшей Большой Дворянской, 250 лет. Как развивалась и дожила до наших дней главная улица Воронежа, мы узнали у воронежского краеведа Елены Устиновой. Она застраивается в 1774 году, согласно генеральному плану города. В прошлом она была несколько короче, чем ныне, и начиналась из дома губернатора. Это здание стоит здесь и теперь, а заканчивалась дорога на Москву. Появился этот генеральный план не на пустом месте. Воронеж в 1773 году горел. Треть всего города тогда была уничтожена огнем. Екатерина II издала указ, что дома можно строить только по улицам, проложенным на плане. Город после этого перепланировали и расширили. Питерские архитекторы с европейским размалом, сложив карту Воронежа, по нашим Воронежским холмам провели прямую линию и назвали ее Большая дворянская линия. Ее длина 2 километра 300 метров. И Большая дворянская линия стала частью первого генерального плана Воронежа, которому в этом году, 11 мая, будет отмечаться ровно 250 лет. До этого Воронеж был деревянный, хаотичный, маленькие кривые улицы, тупики. И все это было не очень приглядно. И вот впервые две главные прямые линии как бы стали основанием развития будущего города. По этим улицам мы сейчас живем и ходим. Еще в Воронеже создали три главных улицы, расходящихся в виде лучей, напоминающих трезубец. Во главе Митрофановский монастырь, а от него расходятся улицы Платонова и 9 января. В прошлом целая Большая Девицкая, Плехановская, бывшая Большая Московская и Володарского. В прошлом Мещанская. Я больше вам скажу, что это было развитие по принципу города Версаля в Париже. Трехлучая. Ну и надо обязательно сказать, что с того далекого времени у нас сохранились даже здания 18 века. Их очень мало в городе, очень мало, но здесь их можем мы даже на них посмотреть. И вот здание почтамта. Это бывшая аптека Зегера, который продал свою землю городу. И там сначала появилась Ямская Слобода, а потом наш почтамт уже в конце 19 века. Но аптеку Зегера тоже проектировал Джаком Акваренги, но она не сохранилась. Сзади меня стоит тоже здание 18 века. Это дом губернатора, резиденция воронежских губернаторов. Она датирована 1780 годом. Эти две генеральные линии утверждал и все это у нас разрабатывал замечательный архитектор, основатель русского классицизма Иван Егорович Старов. Это любимец Екатерины Великой. Он построил шикарный Табрический дворец для Григория Потемкина. Старов в Воронеже никогда не был, хотя по его проектам у нас возводились дома, указанные в генеральном плане. Итальянский архитектор Джаком Акваренги, естественно, Воронеж не навещал. Но по его проектам у нас возведено здание в прошлом налоговой службы, а ныне Министерство иностранных дел. Правда, два этажа достроили уже после войны. Благодаря первому губернатскому архитектору Иевскому были осуществлены в жизнь многие проекты маститых зодчих. В 1874 году генерал-губернатор Чертков заказал столичному архитектору проект губернского управления и губернских присутственных мест. Но его осуществилась только часть. Здесь находилась палата, которая занималась и казначейство, которая занималась налогами, финансами. И сейчас существует подвал высотой 3 метра, где когда-то было много денег. И существует легенда, что отсюда идет подземный ход к реке Воронеж. Это могло вполне такое быть. Мне рассказывали даже туристы на экскурсиях, наши воронежские, которые помнят далекое детство, и как вот мальчишки туда залазили и видели, что шел именно подземный ход к реке Воронеж. Неудивительно, если вдруг какое-то нападение, то можно было бы по подземному ходу уйти к реке Воронеж и остаться живым и какие-то документы сберечь. Задумка строительства этого здания на проспекте Революции 21 была замечательная. Таких домов должно было быть три, а соединялись бы они галереями. Один из так и непостроенных домов расположился бы там, где ныне находится Петровский пассаж, а другой на месте Институт инженерных технологий. Там в итоге построили спустя время здание для окружного суда. А еще в Воронеже сохранился дворец конца 18 века. Ныне здесь располагается музей Крамского, авторство архитектора Иевского. Следует вспомнить дома утраченные, которые уничтожили не война и время, а решение властей. Ранее возле красного корпуса находился красивый особнячок. В 60-е его не стало. Говорить о проспекте Революции можно долго. Это сохранившаяся история развития нашего города. После боев за Воронеж во время Великой Отечественной войны проспект Революции был уничтожен. Архитектор Троицкий настоял на восстановлении главной улицы. И благодаря ему теперь мы можем видеть ежедневно, каким был в прошлом Воронеж, можем представить, как жили люди здесь, чем интересовались. Проспект Революции – это живая, незаконченная история нашего города. В этом выпуске мы специально заговорили о самых редких зданиях, о которых обычно редко вспоминают. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В Воронежском областном краеведческом музее открылась выставка «Тайны Китая», приуроченная годам культуры России и Китая. Наша съёмочная группа побывала на открытии выставки. Россию и Китай двух соседей связывают столетия торговли, сотрудничества и взаимопроникновения культур. В этом году отмечается двойной юбилей – 335 лет со времени заключения Нерчинского договора 1689 года и 75 лет установления дипломатических отношений между СССР и КНР в 1949 году. 1 октября 1949 года, после прихода к власти китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном, была официально образована Китайская Народная Республика. Советский Союз стал первым иностранным государством, объявившим о признании КНР. Случилось это на следующий же день, 2 октября 1949 года. На протяжении 75 лет Китай остаётся одним из главных партнёров нашего государства. Было российским руководством принято решение в 1924-1925 годы сделать совместными годами китайской и российской культуры. Появилась вот такая вот сначала узенькая тема, а затем другие наши сотрудники подключились к этой теме и говорят, ну ведь там же не только шёлк родился в Китае, в Китай ещё и порох изобрели, в Китай ещё и фарфор пошёл, в Китай ещё и компас был изобретён. Давайте объединим все открытия вот эти вот китайские, которые как-то повлияли потом на мировые тренды. И вот так в результате получилась такая выставка. Выставка «Тайны Китая» показывает вклад Поднебесной в мировую цивилизацию на примере ряда изобретений. Секреты их производства на протяжении очень долгих веков охранялись от чужаков, однако впоследствии они сыграли весомую роль в развитии человечества. На выставке представлены шесть разделов, посвящённые каждому из великих изобретений Китая. Шёлк, порох, фарфор, техника перегородчатых эмалей, компас и навигация. Здесь у нас комплекс, посвящённый пороху. Здесь достаточно такие древние экспонаты представлены. Могу обратить ваше внимание на фрагменты шарапнели. Это предметы Петровской эпохи, XVIII века. Ну, могу соврать, но, возможно, они как раз обнаружены в ходе археологических раскопок на территории бывших Петровских верфей в Воронеже. Очень интересная единица стрелкового оружия – это мультук Средней Азии XIX века. Ну, такие ружья, они, конечно, были у среднеазиатских воинов. Кстати, обратите внимание, вот два таких отверстия, к ним крепились сошки. Вот. Такие ружья могли быть у китайцев, потому что в это время как раз со Средней Азией Китай вёл активные торговые отношения. Вот. Поэтому вполне можно отнести это ружьё к китайской культуре тоже. Особая гордость выставки – вазы из фарфора. В древность стать обладателем китайского фарфора мечтал любой богатый европеец, статус которого мгновенно поднимался при обладании таким дальневосточным богатством. Это был символ успеха и достатка. Королевские и княжеские дворы Европы платили золотом за драгоценные вазы. Традиционные китайские вазы из фарфора. Обратите внимание, обе вазы украшены драконами. Дракон – это символ китайской культуры. Дракон с точки зрения китайской цивилизации – это не злое животное, наоборот, добрый дух, хранитель мира, хранитель традиций, хранитель истории. Ну, в принципе, китайцы обнаруживали, по всей видимости, ископаемые кости динозавров и вот считали, что это древние мифические драконы. Открытие выставки посетили не только горожане и гости города, но также иностранные студенты из Китая. Ребята активно делились и рассказывали посетителям о своей стране, обычаях и культуре. Студент Цань Ци считает выставку хорошей возможностью познакомиться с Россией. За годы, проведенные в нашей стране, он также сделал очень много открытий. На родине молодой человек разрушает стереотипы о нашей культуре. Мне кажется, всё хорошо. Но для меня раньше я вообще не знал историю, вообще не знаю о России. А потом приехал. Мне кажется, для китайцев Россия – это… Мы только знаем, что в России есть медведи, есть Сибирь, там очень холодно и очень красивое место. Также, по мнению студентов из Китая, выставка поможет и россиянам разрушить стереотипы, связанные с Поднебесной. С самого начала выставка позволяет по-другому взглянуть на культуру соседней страны и перевернуть представление о Китае. Ведь большинство экспонатов – это подлинники со своей историей. Демонстрируются подлинники. Причём не просто подлинники, а подлинники с историей. То есть и 17 века есть предметы, и 18 века, и 19-го, 20-го. То есть они достаточно интересны, каждый имеет какую-то свою изюминку. Кроме того, здесь впервые демонстрируются многие предметы, которые никогда ещё не были показаны в стенах нашего учреждения, да, возможно, и нигде больше не были показаны. Во-вторых, здесь чётко прослеживается именно тематика от происхождения вот этих изобретений до их места даже в поседневной жизни современного человека. Выставка «Тайны Китая» будет работать до 30 июня. Виктор Шацкий, Валерий Бобкин, 41-й телеканал, Воронеж. Большой футбол наконец-то вернулся в Воронеж. В воскресенье на Центральном стадионе профсоюзов «Факел» играл с Оренбургом. В 2024 году «Факел» не проигрывает. Ничья в Нижнем Новгороде, победа на Спартаково-Москве и заработанное очко в первом домашнем матче после зимнего перерыва. В игре с Оренбургом на Центральном стадионе профсоюзов была зафиксирована ничья со счётом 0-0. В начале второго тайма гол забил Евгений Марков. Однако взятие ворот отменили из-за нарушения правил. Следующую игру «Факела» проведёт 7 апреля в Москве соперник ЦСКА. Это всё на сегодня. Ждём от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждём вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3-7-9-12-15-19-30-21-00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!